Негде жить и непонятно где лечить сына инвалида. Наталья Пиццер с трудом сдерживая слезы рассказывает губернатору о своих бедах. И тут же получает помощь по каждому из вопросов. Мы сейчас живем в очень ужасных условиях. На протяжении всего этого времени мы стали каким-то образом улучшить, потому что мы постоянно жили на съемных квартирах. Сейчас у меня такой возможности нет снимать жилье. Что вам положено за счет государства по программе реабилитации и в какие сроки вы это получите. Дальше по лечению. Я думаю во вторник тоже будет полное понимание где и как и в какие сроки. А по временному жилью в понедельник человека назначаете, состыковываете, смотрите и дальше уже продолжаем решать. Застройщик обещал квартиры, а сдал объект как нежилое помещение. Рассказывает историю 60 человек председатель инициативной группы. Застройщик вел его как административно-производственное здание и всех нас оставил с новшеств. Ленинская прокуратура проявила, скажем так, бдительность и нашли факт возбуждения уголовного дела. Товарищ Дюкарев, он в прошлом у нас бандит в городе, как бы, и вот Нина Викторовна Данилюк, она у нас, у него купила квартиру там на втором этаже. И после того, как ей было предложено выплатить все деньги, то есть за нежилые помещения, и Нина Викторовна отказалась. Мы хотим попросить у вас помощи в чем? Чтобы мы организовали собрание, и работник архитектуры с юридической стороны рассказал нам, как правильно это сделать. Надо привести все в соответствие, чтобы люди спокойно жили. Да, помочь жильцам, жильцы готовы поучаствовать. А вот этого товарища не надо призвать в порядок. У нас уже на решение по одному из его домов есть основа. Жители Ленинского района, в принципе, как и любых других, жалуются на соседей и недобросовестных застройщиков. Просят дать без очереди квартиры и провести газ. Динамика вопросов из месяца в месяц примерно одинаковая. Правда, наблюдается тенденция. Севастопольцы стали значительно реже жаловаться на дороги. Практику принимать горожан, приезжая в проблемный район, Сергей Миняйло планирует продолжить и далее. Исходя из анализа прошлого приема, результаты, то есть определенные проблемы уже решены. И я думаю, эта практика, она более, скажем так, приемлема сегодня, чтобы не собирать людей из разных районов в одном месте, а быть ближе к людям и в их же районах, там же, где эти проблемы существуют, там их выслушивать и пытаться предпринимать меры для того, чтобы решить те вопросы, которые у них возникают. Приемы по личным вопросам будут проводить и в сельской зоне. В минувшем месяце глава города общался с жителями сел Фронтовое и Верхнесадовое. А в последнюю субботу сентября за три часа Сергей Миняйло рассмотрел порядка 15 обращений. Анна Малышка, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя.